Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! У нас сегодня в студии новый цветок. Что это за растение? Как оно называется? О чем сегодня пойдет речь? Цветок красивый, леоновидный, а называется, чтобы я правильно вам сказала, эпипремнум мраморный. Название довольно сложное, непростое. Мы его будем называть сциндапсус. Это ближе нам и более знакомо, потому что все сциндапсусы у нас на слуху, мы их выращиваем, есть сциндапсус золотистый, пестрый, а у нас сциндапсус расписной. Очень красивый. Да, красивый. Он действительно расписной. Такое впечатление, что вот кистью художника расписаны эти листочки. И посмотрите, какие у него листики. Они сердцевидной формы. И они из двух половинок состоят. И половинки не одинаковые по размеру. Одна больше, другая меньше. И по краю каемочка есть. По листу, да. Листу белая каемка идет. И на каждом листочке вот такие мраморные пятна, они самые разные. Нет ни одного похожего одинакового листочка. И вот эти листочки, они как бы нанизаны на вот этот побег. Плетется, становится длинным и очень красиво смотрится в квартире вот в подвесном виде, в кашпо. В данном случае у меня есть кашпо, хотя растение у меня еще небольшое. Сами видите, еще такие побеги не очень длинные, но я рассчитываю, что достигнет больших размеров. И очень красивая мраморная такая листва у нее, очень нарядная. И это растение выходит из далекой Малайзии. Там в натуральном виде, в природе оно растет на деревьях, цепляется своими побегами и в тени листьев растет и забирает влагу из воздуха. Поэтому оно выходит из тропиков и относится к семейству ароидные. И как все ароидные, оно ядовито. Но не пугайтесь. Ядовито это громко сказано. Конечно, хочу сразу предупредить, если в семье маленькие дети, то лучше, конечно, это растение поставить где-то подальше, повыше, чтобы дети не добрались до него. Я ухожу за этим растением без перчаток. Конечно, если вы не будете есть эти листья, то ничего страшного не будет. Но я думаю, даже если и попробуете, они просто считаются условно ядовитым. А так растение прекрасное, леоновидное, украсит любую квартиру и, конечно, задекорирует любой угол и будет только украшать ваш дом. Наталья Викторовна, как правильно ухаживать за таким растением? Сказать, что оно капризное, я не могу. Но и сказать, что оно совершенно нетребовательное, тоже сказать нельзя. Какие-то требования у него есть. И основное требование, что оно не выносит холода. Раз оно из тропиков, ему нужна хорошая температура. Вот комнатная температура для него достаточная. Но ниже 16 градусов уже для него некомфортно. Ну, у нас в квартирах, как правило, всегда, особенно зимой, тоже тепло от батарей. Вот. Так что ему в комнатных условиях комфортно. А вот где его размещать, то, конечно, на подоконник ставить нежелательно. Оно не любит сквозняков. Не ставьте его возле форточек. Ну, если вы повесите его на окне в подвесном кашпо, то, я думаю, все будет нормально. А так, если вы поставите его возле балконной двери, да будете часто открывать балкон, вот этот холодный воздух, сквозняки, они для него губительны. То есть растение может сразу погибнуть. Любит тепло и температуру. И любит свет. Но свет рассеянный. Если вы поставите его на южное окно, то могут быть и ожоги появляться на листьях, и может окраска измениться, если ему будет очень солнечно, много света. Поэтому оптимальная для него температура, не температура, а размещение, это восточные и западные окна. И чем мне оно нравится, что оно может, находясь не на свету, не любя такой прямой свет, а любя рассеянный свет, оно может прекрасно себя чувствовать даже на расстоянии где-то метр, два метра от окна. А ведь как у нас получается, все растения светолюбивые, мы стараемся их поставить на подоконник. А подоконника у нас ограниченное количество в квартире. Вот и получается, приходится как-то расставлять растения. А это растение прекрасно может вдали от подоконника находиться. Я выращивала растение филадендрон. Оно у меня было тоже в кашпо под весном. Мощное, огромное. И оно меня уже просто стало немножко утомлять, потому что огромные листья. Я думаю, отнесу-ка я его в другую комнату. Раз оно растет у меня прекрасно на кухне, значит в комнате с балконом будет расти хорошо. И каково же было мое удивление, что при том же самом уходе, поливе, это растение вдали от света стало резко сбрасывать свои листья. И я смотрю, проходит месяц-полтора, от моего филадендрона остаются одни побеги без листьев. Я его тут же вернула на место, потому что оно резко дало мне понять, что ему нужен свет. А это растение прекрасно будет находиться вдали от окна. Полив любит, но переливы не любит. Так же, как не любит, когда его засушиваешь. Поэтому умеренный полив, подсох верхние слои почвы, полили. То есть летом поливаем его где-то через день. А зимой, вот в зимних условиях, я его поливаю через 2-3 дня. Вполне достаточно. Потому что переливы для него нежелательны. Может загнивать. А так, как видите, особых требований нет. Единственное, что еще любит, чтобы его опрыскивали водичкой. Потому что оно такое теплолюбивое и тропических, где можно там и ливни, и дожди на него положительно влиять. В комнате мы можем им предоставить только опрыскивание. Чтобы и пыль снимать с листочков, и лучше листочки дышали, и окраска листьев сохранялась. Наталья Викторовна, как часто необходимо пересаживать это растение, и сложно ли его размножить? Вы знаете, в отличие от других сциндапсусов, наш вот этот пестрый, он плохо укореняется. Достаточно долго. И некоторые цветоводы, которые хотят его размножить, просто переживают, поставили, сняли вот такой небольшой побег, да, как бы размножаем, вот этими черенками. Вы срезаете вот такой небольшой побег, ставите его в воду и ждете, когда он укоренится. Вот этим череночком размножаем. Но очень приходится иногда долго ждать. Даже если вы в воду добавите и ростовые вещества, и корневин, и можно его поставить в разведенный сок алоэ пополам с водой, развести, для того, чтобы он лучше укоренился. Бывает, плохо укореняется. Укореняем мы его весной или летом, в период активного роста. Зимой, осенью это дело бесполезное. Укореняться не будет. А так, в принципе, если вы захотели его укоренить, то вот такими черенками ростовыми. И пересадка нечасто ему тоже нужна. Единственное, что вы можете подсыпать землю, и когда вы видите, что немножко земля уплотнилась, порыхлили, добавили новой почвы, а раз в год, в два можно и пересадить. Но у него корневая система очень чувствительная, поэтому пересаживаем его аккуратно, методом перевалки. Но вы видите, что у него побегов много, поэтому с побегами нужно очень аккуратно обращаться. И почему я говорю, что его нужно подвешивать? Потому что они переплетаются очень сильно. Потом трудно разобраться, где какой побег, чтобы его не сломать, эти побеги. Поэтому сразу направляйте на стене их, куда бы вам хотелось, и у вас будет такая прям паутина из живых вот этих побегов с красивыми листочками. И методом перевалки пересаживайте растения в новый горшок. Горшок выбирайте чуть больше по размеру, чуть больше. Не старайтесь посадить в большой горшок, чтобы не было потом проблем с почвой, с укоренением. Обязательно любят дренаж, обязательно поливаем отстоявшейся водой, комнатной температуры. А подкормки в период активной вегетации весной и летом нужны. А зимой практически мы его не подкармливаем, потому что у него как бы период такой небольшой покоя. А весной и летом подкармливаем где-то раз-два раза в месяц обычными комплексными удобрениями. Наталья Викторовна, если цветок, ну, такой, скажем, капризный немного, как к нему относятся вредители? Любят ли его вредители и подвержен ли он болезням? Вы знаете, в принципе, если хороший уход нормальный, все растению хватает, нормальный горшок, нормальный полив, свет, влажность, то и болезней, и вредителей у него практически нет. Но иногда его посещает, заселяет щитовка. Она его любит. Листочки такие мясистые, плотненькие, и она прямо любит вгрызаться в них. И избавиться от нее бывает иногда достаточно трудно. Следите за своим растением. Если увидели щитовку, то ее элементарно можно удалить. Она не любит мыльного раствора, не любит влаги, то есть почаще его опрыскивайте водичкой и следите, чтобы можно было вот эту щитовку снять. А так проблем у него нет. Единственная проблема бывает, когда ему бывает очень сухо. Появляются такие бурые пятна. Ну вот, как пример, вот это растение. Ну, у нас температура в помещении тоже, я не могу ее регулировать, сами понимаете, офисные условия. Поэтому бывает то холодно, то жарко, то сухо. Воздух, конечно, сухой. И вот эта каемка, она говорит о том, что воздух у нас в помещении сухой. А так, в принципе, растение мало подвержено болезням и вредителям. И при нормальном уходе будет радовать, давать вот такие побеги прекрасные, которые будут украшать вашу стену, задекорировать любой угол. И своей красивой листвой будет вас только радовать. Спасибо, Наталья Викторовна, за знакомство с таким интересным растением. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»